Уже не за горами тот момент, когда патч 0.7.0 станет общественным достоянием. Программисты не спят ночами, дизайнеры спят, но на работе. Все заняты этой борьбой со сном, результатами которой мы будем наслаждаться после выхода очередного обновления World of Tanks. Почему обещанного полгода ждут? Почему каждому кирпичику этого долгостроя уделяется такое пристальное внимание? Чтобы узнать это, мы решили устроить разработчикам допрос с пристрастием. А вот это наша специальная комната, где допросы такого рода мы и проводим. В разговоре по душам участвуют Михаил Живец и Виталий Кухта. Прямо сейчас речь идет о многокластерности. Версия 0.7.0, в принципе, это версия про многокластерность. Все остальное делается как бы по добавочному принципу. Ну, то есть мы сделали, ну да, добавили. Многокластерность критически необходима, потому что, как показывает сейчас практика, в прайм-тайм сервер перегружен, некоторые игроки испытывают проблемы с лагами, время от времени сервер не справляется с нагрузкой и падает, что, в принципе, совершенно неприемлемо, скажем так. Это не нормальный сервис для игроков. Мы планируем эту ситуацию исправить как можно быстрее. Сейчас с нечеловеческими перегрузками борется только московский кластер. Но любому танкисту известна истина, что один в поле не воин, поэтому в кластерной семье ожидается прибавление. Мы будем вводить еще для начала один сервер, потом будем добавлять еще сервера. Игрок сможет выбирать, на ком сервере играть. При больших достаточно числах онлайна мы планируем, что каждый региональный кластер будет обслуживать, наверное, в районе около 100 тысяч и более игроков. Там могут быть лучшие условия, лучший пинг, лучшая стабильность работы, потому что гораздо проще собрать и удерживать правоработоспособное состояние кластер на 100-150 тысяч игроков, чем кластер на 250-350-500 тысяч игроков. Все кластеры хороши, выбирай на вкус. Где-то пинг лучше, где-то друзей больше. Каждый может расставить свои приоритеты. Это называется свобода выбора. И если один кластер чем-то не угодил, то другой уж точно удовлетворит игровые потребности. Работа системы переключения на начальном этапе будет, в принципе, достаточно просто. Игроку для того, чтобы присоединиться на другой кластер, нужно будет разлогиниться и перелогиниться на другой кластер. То есть игрок выходит в экран логина, выбирает другой кластер, логиниться на него и все. При этом он использует тот же самый свой логин и пароль, он будет един для всех систем, для всех кластеров одного пространства. И русский пойдет на американца, а американец на немца. И немец тоже пойдет. Дорога будет достаточно длинной, трудной. И станет это первым шагом к образованию единого игрового пространства. То есть игрок с русского сервера мог поиграть, допустим, на европейском сервере. Или игроки с американского сервера могли бы побороться на единой глобальной карте с игроками европейского и русского серверов. То есть в виде многокластерности это первый шажок в эту сторону. В конце концов, глобальная карта будет единой, все игроки со всех кластеров будут воевать за территорией вместе. Спешим обрадовать тех, кто во время боя любит вести переписку, рассказывать анекдоты и цитировать устав вооруженных сил. Даже после появления многокластерности ваше красноречие ничем не будет ограничено. Игровой чат, клановый чат, ротные чаты, которые игроки создают самостоятельно, будут совместными на все кластера, которые входят в единый регион. То есть если у нас в русском регионе будет два или три кластера, то чаты будут совместными на все эти кластера. Игроки смогут общаться в одном чате, несмотря на то, на каком кластере они залогинены. Это далеко не все, о чем мы хотели вас предупредить. Во второй части программы вас ждет очередная порция интересной информации, после поглощения которой вы узнаете, что теперь и танк можно будет встретить по одежке. Те камуфляжи, которые мы предлагаем, они будут видны всем игрокам. Что переходить дорогу танку нужно только в положенном месте. Многие боятся, что игроки их забибикуют до смерти. Что на ваш самый главный вопрос есть только один ответ. То это ужас. Это и многое другое смотрите ровно через неделю. Меня зовут Ольга Сергеевна. Пока-пока.